Совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду состоялось в городской администрации. Очередная встреча в преддверии наступления холодов была посвящена пуску тепла и горячему водоснабжению. Вышло постановление администрации города о начале отопительного сезона с 20 сентября 2019 года, о начале отопительного сезона детских садов, школ, социально значимых объектов и подключения к отоплению жилого сектора. В жилые дома подача тепла осуществляется с 23 сентября. Почти весь город к началу холодов готов. Кроме того, представителям Баш-РТС было рекомендовано изменить подходы к организации отопительных работ, а именно уйти от необходимости отключать горячее водоснабжение. Если даже какие-то присутствуют у вас там, я не знаю, порывы минимальные, вы в процессе работы у нас распространяете, не отключаем ГВС. Мы вообще забыли, что такое понятие отключения ГВС. Мы за весь период времени вместе с вами, Андрей Вячеславов, мы очень много создали у него до жителей. И впредь, впредь у нас такого уже не будет. И на следующий год. Естественно, мы уже планы строим совсем по-другому работать. О ходе укладки газопроводов, замены водоводов, проведения освещения отчитались представители ресурсоснабжающих организаций. Все потребители в границах нашей экспозиционной ответственности все подключены. Были заявки от потребителей Мусино 116-го спутника. Семь заявок, они все выполнены. 30 заявок поступило по линии наружного освещения. Сейчас два гидроподъемника и три бригады работают по перетяжке проводов. По нашим проведенным работам на текущий момент у нас по улице Гончарова и по улице Полевая проходит замена уличных водоводов. Пока, ну то есть не пока, а текущих без отключения потребителей. То есть подготавливаются плети для протяжки. Предприятием «Водоканал» также ведется активная работа по ликвидации перекопов и их последствий. На момент совещания в разработке находилось 67 заявок. По 30 из них вопрос закрыт. Ведутся масштабные работы по комплексному ремонту подъезда в Салавате. На совещании затронули проблему случаев вандализма, из-за чего задерживается приемка работ подрядчика. Решено провести разъяснительные работы. Вы проведите беседу, пожалуйста, с жителями. Вот первый этап, я всегда говорю, когда я выхожу на собрание с жителями, первый этап это мы сделаем. Второй самый большой этап, большая работа, это все сохранить. По всем вопросам продолжается интенсивная работа. Регулярные встречи в рамках подготовки к зиме продолжаются. Зульфьясу Юргулова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Слават». Продолжение следует...